Не укради, а в акте творения и сказал Бог, вот дал я вам всякую траву семеносную. Не укради. Ну что значит может быть в духовном случае не укради? Когда я иду духовным путем, я уже контактирую через свои исправленные свойства с Творцом, я уже поднимаюсь, я уже могу действовать в высшем мире, я уже ощущаю Творца и появляются во мне такие противные желания. Это уже в ощущениях Творца? Да, конечно. Нечистая сторона всегда готова тебе помочь, куда-то утащить в сторону. И вот здесь является не укради. То есть что значит не укради? Не укради от направления к любви, к отдаче, к святости, не укради в сторону своего эгоизма. Держись, стой на страже. Это называется не укради. Не укради от самого себя духовного к себе нечистому. Наоборот, перетаскивай все от своих неисправных свойств, нечистых свойств в чистые, высшие, светлые. А почему вот в нашей жизни? Обратное называется кражей. А вот в нашей жизни? Наша жизнь, это? Да, да. О, это сплошное просто ничто. Об этом даже в Кабале не говорится. Потому что этот наш уровень, на котором мы сегодня существуем, он не считается вообще реальным. Он не считается реальным. Потому что воры, профессиональные воры, они наверняка оправдывают свое действие. Ну, Кабала даже не говорит об этом уровне. Их можно всех оправдать, потому что в нашем мире мы вообще не являемся свободными. Нет у нас свободы воли. Поэтому за эту жизнь нет ни вознаграждения, нет ни наказания, нет ни ада, нет ни рая. Я могу всех успокоить или разочаровать, смотря кто чего ожидает. Значит, нет после этого и жизни, если ты ее заканчиваешь на этом уровне, на котором ты живешь, то нет у тебя ни рая, ни ада, просто есть животное, которое умирает. Все, как любое другое животное, которое мы наблюдаем в нашем мире. Ну, если человек находится... Всей высоты до уровня меры бесконечности. Возможно, тебе понадобится несколько жизней. Но только это остается и жизни в жизнь. Поэтому все прошлые наши жизни, до этой настоящей, когда мы только почувствовали первое влечение к Кабале и начали это влечение реализовывать, это наша жизнь первая, она и останется. Только от нее и останется у нас впечатление больше, чем просто информационное данное. Вот соответствующий акт творения, и сказал Бог, вот дал я вам всякую траву семеносную, в соответствии с неукради. Что это за трава семеносная? То, что дал я вам, и то, что поручил я вам, вашим будет. И даже самой малости не украдите у другого. То есть, должны люди расти все время, используя свои данные. Так, чтобы, ну тут, я не знаю, если у нас есть время, каким образом получается из земли растение. То есть, мы должны перевернуть землю, перепахать ее, обернуть свойства эгоизма на свойства датруизма, добавить воду. То есть, свойства отдачи, свойства любви. Тогда только получится из семян, из зародышей, из наших, следующий уровень. Земля представляет собой, как бы, окружение правильное для этого зерна, которое растет. И так вот... Не укради, какая связь с неукради? С неукради, то есть, наоборот, не действуй. Сделай так, чтобы из тебя что-то произросло в духовное, а не укради из духовного на себя. То есть, чтобы было у тебя намерение на отдачу наверх, а не духовное ухватить для того, чтобы получить внизу. С намерением получить. С намерением отдавать, чтобы ты всегда рос вверх. С вампирать. С вампирать. С вампирать. С вампирать. С вампирать. С вампирать. Продолжение следует...